Ребят, всем привет! И в этом новом видео рассмотрим новую новинку Powerbank компании X-Star. Неплохо упаковали. Вот такой вот карманный Powerbank PB2C. Это новинка. Была у них PB2S, а не 2C. Такая вот была. X-Star здесь у нас код сокрыт, который мы можем проверить характеристики. На английском тоже языке у нас все это присутствует. На итальянском, на французском, на немецком. Дополнительно еще у нас здесь идет инструкция на русском, на польском. В общем, вот так вот она выглядит. И даже на нашем языке все можно включать. Портативное зарядное устройство. В принципе, достаточно неплохой качественный перевод. В комплекте у нас USB 3.0 USB и USB Type-C. Ну и, соответственно, сам Powerbank. Мы его открываем. Здесь у нас плюс в чем, что, в принципе, уже установлены 2 литий-ионных 18650 элемента на 2 600 мА. Ну, кроме этого, мы можем его использовать как Powerbank, так и еще зарядное устройство. Вот так вот оно закрыто, закрыли, чтобы они по дороге у нас не разряжались, нигде ничего не коротнуло. Так вот выглядят наши X-Star аккумуляторы. Достаточно тяжелые. Удобно, что сделали вот такую небольшую, как бы назвать ее, ниточку, чтобы можно было легко вытаскивать их, не ломая пальцы. Крышка, кстати, ребят, тоже интересная. Она у нас примагничивается. Видите, два достаточно мощных магнитика и клац, и все. Ничего никуда не пропадает. Кнопочка у нас только одна на правом боку, и она у нас показывает, заряжена у нас или разряжена. Вот здесь небольшая индикация из четырех светодиодиков. Сейчас показывает только один. В верхней части у нас выход, и, соответственно, вход мы можем как заряжать, так и разряжать наши аккумуляторы. Все, в принципе, тут ничего такого супер нового нету. Параметр у нас 5 вольт, 2 и 1 ампер на выходе выдает. Максимально у нас она может заряжать до 2 ампер. То есть, если здесь будет один аккумулятор 18650, она будет заряжать его 2 амперами. Ну, понятное дело, что, возможно, не сразу будет. Если у нас будет 2, то каждый по одному. И если у нас, допустим, один будет менее разряжен, другой более заряжен, то она сначала выровняет у них сопротивление напряжения, и, соответственно, потом уже будет заряжать 2 одновременно, чтобы один не перезарядить, а другой не дозарядить. Вес девайса с батарейками, с аккумуляторами 150 грамм. Вес отдельного аккумулятора 45,9-46 грамм. Достаточно неплохо. Что говорить относительно самого гаджета. Размеры 109 мм, максимальная толщина 24,2 мм и ширина, друзья, в районе 50 мм. То есть, в принципе, в ладошку умещается. Фонарика вот только не хватает, что мне так подумалось. Но так, в целом, плюс в том, что можно всегда использовать литий, который у вас есть под рукой. То есть, банально брать с собой не две батареечки аккумулятора, а сколько надо, 4, 6 и проще. То есть, соответственно, растягивать время зарядки ваших смартфонов и проще на какой-то определенный период. То есть, не завися от, если бы тут было встроенной банки. Полностью зарядил я аккумуляторы, причем заряжал я их с помощью внешнего зарядки. Не стал я использовать просто кабель, который в комплекте идет. Так что попробуем, сколько выдаст и какой будет у них все-таки разряд. В режиме реального времени посмотрим, какую нагрузку сможет выдержать наш пауэрбанк. 1,2, 2 ампера, все, 2,4 и ушел в защиту. Выключился. До 2,5 ампер у нас вытягивает. 2,47 как видим, в принципе, достаточно неплохо, как и для пауэрбанка. Я поставлю нагрузку 2 ампера и посмотрим, сколько же мы получим в реальной емкости. Друзья, максимум, что удалось, ну, 3,200 будем считать так. То есть, это 2 ампера и потом еще 100 я уже, так сказать, добавил уже 0,75 ампера и все уже. Потом окончательно вот оно сдохло. Я даже чуть-чуть поставил, честно, на зарядку, потому что банально уже ничего не включалось. Ну, достаточно неплохой результат, скажу я вам. То есть, пауэрбанк в честных 3,200 мАч, это достаточно неплохо. Причем, с возможностью, без, так сказать, проблемной замены 18650 элементов. Зарядка аккумуляторов происходит током до 2 ампер, где-то вот в районе 1,8-1,9. Ну, и с помощью шнурочка влилось 3580 мАч. Попробую сквозную зарядку, то есть, заряжаю одновременно и пауэрбанк, и пробую подключить что-то типа мобильного телефона. Как видите, в принципе, 4,8, ну, это уже не 5, до 0,7 ампер, дальше упадают в защиту, и там уже 4,6 сразу резко скачет. То есть, ну, в принципе, возможно, но для нетребовательных, так сказать, потребителей. Если у вас в наличии только один аккумулятор, с ним тоже оно будет работать, просто единственное, что, соответственно, емкость будет немножко другая, и зарядить вы сможете меньше. И, соответственно, до 1,2 ампера, потом оно уже упадет в защиту, 1,2, все. Так что пауэрбанк достаточно интересный, компактный, универсальный, я бы так сказал, и может служить как зарядкой обычной, так и, соответственно, пауэрбанком. Набираем нам побольше с собой литий-онок, и тем самым можем полностью быть автономным и не зависеть от зарядок и наличия 220 вольт. Друзья, вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, задавать свои вопросы. Всем всего хорошего, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok